Продолжаем тему детей-изобретателей, и теперь посмотрим на наших. Вот, например, в 2020 году школьники из города Тюмени озадачились проблемой отсутствия лежачих полицейских для велосипедистов. Развивая достаточно высокую скорость, они часто становятся причиной травм прохожих и даже более серьезных ДТП. В городе 60 километров велодорог. Поэтому идея 14-летней Дианы Мартынкевич оказалась как нельзя кстати. Главная фишка такого лежачего полицейского в том, что он сделан из неньютоновской жидкости. Звучит научно, но каждый может сделать подобную жидкость у себя на кухне. Всего 4 килограмма картофельного крахмала, разбавленного водой и помещенного в вакуум. И лежачий полицейский для велотрассы готов. Вязкость ньютоновской жидкости зависит от скорости врезающегося тела. Если велосипедист едет медленно, слепком не станет серьезным препятствием. Но если велосипедист решит прокатиться с ветерком, такая преграда его скорость замедлит. Также Диана вместе со своими юными коллегами разрабатывает приложение для смартфонов, где на карте велодорожек будут отмечены места для лежачих полицейских. Девушка очень надеется, что городские власти одобрят установку ее изобретения, ведь каких-то больших расходов оно не требует. Часто за изобретениями людей и детей в том числе стоит искреннее желание помочь близкому человеку. Именно это и произошло со школьницей Ариной Филимоновой из Нижнего Новгорода. Ее близкий друг упал с дерева, повредил позвоночник и почти год провел в постели. Арина достаточно давно увлекается изучением миостимуляторов, устройств, которые призваны воздействовать на мышцы тела. Несчастный случай с другом заставил Арину всерьез взяться за разработку. И в 2020 году девушка представила свой проект. Специальный костюм с датчиками, которые должны фиксировать состояние больного и воздействовать на мышцы. Костюм выполнен из нескольких слоев ткани, которая не сковывает движений. Такая ткань обычно используется при пошиве спортивной одежды. Внутри костюма мембрана, которая защищает от бактерий и не пропускает жидкость. Костюм снабжен датчиками температуры, давления и содержания кислорода в крови. Кроме того, он способен отслеживать положение тела в пространстве, благодаря чему врачи или родственники могут узнать, если человек упал. Испытывать костюм Арине помогал младший брат. В течение трёх дней он носил этот костюм, не снимая, что привело к уплотнению мышц и улучшению эластичности их волокон. Если бы эксперимент длился дольше, 30 или 45 дней, результаты были бы ещё более заметными, уверена Арина. Костюм также протестировали на грибцах во время тренировок. Устройство фиксировало уровень кислорода в крови данные ЭМГ и ЭКГ. Это позволило тренеру лучше понять возможности спортсменов. Не обходят юные изобретатели и сторону IT-технологий. В 2013 году школьники из того же Нижнего Новгорода стали финалистами конкурса Google Science Fair. Антон Зарубин, Никита Чернядев и Илья Данилов изобрели новый цифровой носитель информации, который не имел аналогов в мире. Ребята назвали его Digital Sandwich. На носителя размером с листа 4 и толщиной в 1 миллиметр может поместиться 28 терабайт информации. Принцип действия носителя следующий. На поверхности оргстекла с помощью лазера выжигаются структуры разной высоты, чем-то похожие на сосульки. В итоге получается дифракционная картинка на экране. Далее с помощью матрицы, подключенной к процессору, можно считывать информацию. Она закодирована в виде двоичного кода, что гарантирует ее сохранность. Главным преимуществом такого изобретения является доступность и дешевизна материалов. К тому же такое устройство не будет размагничиваться. Еще одно изобретение по теме IT очень порадует любителей забывать или терять зарядки от ноутбуков. Ребята из Ставрополя, Илья Сухарев, Эмилия Джабраилова и Эмилия Виль придумали специальное зарядное устройство для ноутбука, которое работает на основе водородных батареек. Суть идеи в том, чтобы создать такое устройство, в котором можно последовательно соединить четыре водородных топливных элемента, и получить из него оптимальное напряжение, достаточное для полной подзарядки одного ноутбука и одного смартфона одновременно. Водородные топливные элементы уже активно используются в транспорте, в стационарных источниках энергии для домов, а также в небольших портативных устройствах для генерирования электричества. Но вот для одновременной зарядки ноутбуков и сотового телефона приборов раньше не было. Руководитель научной группы, 17-летний Илья Сухарев, занимался технической частью и смоделировал корпус зарядки, который позже был распечатан на 3D-принтере. Девчонки, 16-летняя Эмилия Джабраилова и 13-летняя Эмилия Виль, занимались описанием реализации проекта. Создатели уверены, что их зарядное устройство можно спокойно использовать как туристам во время длительных поездок, так и людям, которые работают в малодоступных местах с перебоями электричества. А вот этот проект 12-летнего школьника из Калининграда Владимира Дорофеева нельзя назвать изобретением в полной мере. Но то, что делает этот мальчишка, не менее важно. Вова увлекся историей в 8 лет, когда случайно обнаружил сумку от противогаза времен Великой Отечественной. Она-то и стала первым экспонатом музея под названием «Подвальчик с историями», который сегодня пользуется популярностью в городе. Вместе с родителями Вова стал искать вещи, связанные с военным временем в антикварных лавках, на барахолках и блошиных рынках. Изначально не предполагалось, что музей выйдет за пределы квартиры. Но постепенно места для противогазов, гильз и бутылочек стало не хватать. Тогда родители предложили перенести коллекцию в подвал, который находился под их квартирой. Вова помогал во всем – проводить свет, чистить дымоход, разбирать вещи. В результате получилась экспозиция из тысячи экспонатов, и несерьезных среди них нет, говорит Вова. И жители города, и туристы полюбили музей. А Вова даже придумал специальную авторскую экскурсию, посетить которую находится много желающих. Перед вами еще впечатляющее изобретение школьников, на этот раз из Томска. Со своим проектом Данила Копцев, Артем Бакшеев и Даниил Кабанов в декабре 2020 года вошли в топ-5 прорывных изобретений российских школьников. Ребята придумали биореактор BetEarth. Предполагается, что внутри этого биореактора будут выращиваться цианобактерии, которые могут выделять кислород в объемах в несколько раз превышающих те, что выделяют растения. Этот биореактор – часть другого проекта под названием Bet, который расшифровывается как Bioelectric Tree. За четыре года до этого его создал нынешний руководитель проекта, одиннадцатиклассник Данила Копцев. BetEarth – это первый из двух реакторов, которым занимаются ребята. Второй BetSpace предназначен для выделения кислорода с помощью цианобактерий на космической станции в условиях невесомости. Изначально парни хотели создать электронное дерево, которое бы эффективно поглощало углекислый газ и превращало бы его в кислород. Но потом юных гениев посетила идея насчет бактерий. В итоге все вылилось в создание реактора. Трудятся юные изобретатели и в сфере разработок, связанных с искусственным интеллектом. Особенно активно эти технологии в последние годы применяются в медицине. Вот и группа школьников из разных городов России, которые участвовали в программе «Большие вызовы», не остались в стороне и припахали ИИ для помощи рентгенологам. Теперь искусственный интеллект под руководством школьников-изобретателей научился определять отдельные сегменты легких, в которых присутствует аномалия, и может сообщить об этом врачу. По итогам работы школьники подготовили графический интерфейс для визуализации работы своих моделей и алгоритмов. Ребята также собирают open-source библиотеку, чтобы разработчики всего мира могли протестировать и использовать их продукт. Такой машинный анализ снимков органов грудной полости сделает диагностику более точной и эффективной. А также поможет быстрее обрабатывать результаты обследования, отсеивать тех, кто здоров, и главное, выявлять пациентов с осложнениями и тех, кому нужна неотложная помощь. Это отличное решение для труднодоступных и отдалённых областей, где часто не хватает высококвалифицированных специалистов. Ну что, впечатлились? Мы вот точно! Пишите в комментариях, какой проект вам понравился больше всего. А мы пошли готовить новые выпуски. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok